Ну, пробуем мамонта и жуем яйца, короче, вараньями. Десятитысячелетнее мясо во рту. Че, работаем? Ну, покладай руку. Так, в общем, сегодня не прицел... Че говоришь, парфюм новый? У меня? Понюхай, ну... Ну, Владос, ты как... Ну, понюхай, че, можно. Богато? Хороший. Подарили, короче, на Новый год. Собственно, Владос мне пояснительный внос ясности осуществляет. Говорит, что данный выпуск выйдет после Нового года, поэтому всех с прошедшим. Собственно, беспрецедентный случай. Академия гриля имени крестного отца всех мясных изделий Аммора Кучинары. Соответственно, выпуск будет жирального характера. Сегодня мой гость самый большой, который был вообще. То есть, вот, самый тяжелый. Самый тяжелый, самый большой мужик, который вообще вот был у меня за всю историю канала, собственно. Тяжелее Сарчо? Тяжелее, да. Фига. Да. Собственно, это фудблогер. Я снимался уже несколько раз, и я возмутился, говорю, а какого, собственно, члена ты еще не снялся у меня? Собственно, мы сегодня едим что-то и что-то готовим. А ты, блядь, по ревюшками своими все спалил опять в очередной раз. Пробуем мамонта и жуем яйца, короче, вараньи, блядь. Мамонта чего? Да, мамонта, мужик. Где ты его нарыл? Слушай, это не я нарыл, это нарыл, естественно, Андрей Николаевич, потому что я не знаю людей, которые еще могут нарыть, блядь, мясо мамонта, в принципе. Вот, у него на канале есть полное видео, у него есть канал, так что кто хочет посмотреть более подробно, там черепушка, челябинка, мамонта, блядь, как там варили, его жарили, проходите к нему на канал. Ну, а сегодня мы так с барского стола, ебать, там, пошукаем, что-то попробуем, поищем, крошки, так сказать, соберем. Ну, интересно мамонта попробовать. Амур Кучинары сказал, что данный артефакт он заморозил, короче, и сохранил у себя вот в этих криокамерах, криотюрьмах. Поэтому сегодня мы попробуем, потом мы им готовим. Вот такой вот раскладурик. Всем привет, с вами Супер Стас, и я все-таки пришел на канал Блуда, это нужно отметить лайком, я думаю, точно, вот лайкосик влепить, потому что, ну, первый раз, ребят, теряю Блудовскую детственность. Блудственность, хуевого вам дня. Бля, вот это человек, который прям подготовился, лайбон, выклинчил хуевого дня, пожелал, что еще нужно для счастья. Давай так, я тебе всегда говорил, что мы будем снимать, что мы будем снимать. Смотри, мы... Ты мне искал мамонта. Да, мы кушаем мамонта, бульон мамонта, и еще мы сегодня готовим бараньи яйца. А, ну, нормально. Я думал, какой-то, ну, реально, какую-то хуйню выдумаешь мне, ну, яйца поедим. Я не пробовал просто. То есть для меня это такое... Ну, ты другие яйца пробовал? Нет. А первый раз? Ну, куриные пробовал, подожди, а вот именно мясные яйца вообще не было. Нет, подожди, ну, куриные яйца, они сносят, а тут как бы висят на охоте, липаются. Их тоже снесли, их уже схуячили. То есть они, ну, не на живом баране. Партнером данного видеоролика является магазин моего мерча и сопутствующих товаров в Балучшоп. Огромный выбор стильной и модной молодежной одежды на все случаи жизни. В ней вы сможете пойти на светский раут, а также потренироваться. Функциональным людям функциональные вещи. Всем спасибо, смотрим видео дальше. Николай меня зовут. Я, правда, не знаю, что хуже. Яйца барана или похлебка из мамонта? Давалось кушать яйца барана вообще? Нет. Нет? Нет. Мясо по-французски. Приятно пахнет. Пахнет приятно, кстати говоря. А это, короче, реликт. Будто боссали и заморозили. Короче, это суп из мамонта. Суп, да, это? Похлебка? Это моя инициатива. Я мечтал попробовать мамонта. Вообще, я фанат мамонта, честно говоря. Я надеюсь, что я доживу до того момента, когда мамонта клонируют, и я увижу его живым. Мы видим фаната мамонта. Главное, чтобы его не скамели, как мамонта. Ну, у тебя есть какой-нибудь трепет, интерес или тебе вообще? Не, вообще похуй. Серьезно? Мне вообще похуй. Эй, чувак, ну ты вдумайся, это же реликт, это история. Я люблю пробовать то, что сейчас. Вот мне больше яйца приятнее попробовать. Нет, понимаешь, там же может быть какой-то древний креатин. Ну, запах будет нормальный, нет? Бля, мне интересный мужик. Ну, для этого мы собрались, что тебе это интересный, мой канал. И на моем же, если бы не было бы интересно... Для тебя яйца. Ну, мне вот, иди. Бля, мне тебе даже как кофта подходит. Я бы тебе из них бусы бы сделал. Они на панго похожи. Слушай, достанем сейчас яйца из оболочки и пожарим. Достать яйца из оболочки? Рецепт. Достаем яйца из оболочки и жарим. Да ну нахер. Ебать. Ну, ты со знанием делал. А, что тут еще, 2 степени кожи? Да, 2 степени кожи. А что с кожей можно сделать? Выкинуть. Нет, жвачки можно замастурить. Нет, нет, нет. Сколько сейчас сырое, наверное? Сколько есть? Бля, посмотри, там какие-то кровеносные соусы. Ну, а ты как жухи. А ты что хотел? Яйца, бля, просто. Я думал, если твои распаковать, так же будет. Я не хочу это проверять. Так же будет примерно. Я могу завещать свое тело науке, и потом, когда я буду ветхим старцем, мертвым, тогда да, уже может потрашить. Все, вот это вот как раз. Все, его пополам разрежем и на сковородочку. Какая-то, рецепт любого батя. На сковородочку яичком залил, пожарил, скушал. Скажу одно замечание. Молкочинар, видно, не первый раз яичко разделывает. Так, с сознанием делал. Он, походу, из 90-х. Так завод отжимал. В принципе, если есть какие-то проблемы, которые серьезные, с саморой Кучинарой можно договориться. Вот откуда горели школы. Твой же канал, пожалуйста. Не-не, по одному почистим. С этим должен обращаться профессионал. Все бараны, которые смотрят этот ролик, поставьте дизлайк. О! Ну, смотри, неплохо. Брат, идеально наше. Это же просто искусство. Я думаю, как гостю Стасу нужно уступить первым. Конечно. Давай, сначала похлебку. Давай. Похочаем. Пуэр, да? Перчили, что ли, нормально так? Сам вкус. Ну вот как есть. Сейчас в лес пойду. Серьезно? Ну, хоть никакой колесичный. Перчитый такой, знаете, ненаваристый такой больничный супчик такой скромный. Чувствуешь, как будто жир есть. Шерсти, наверное, то есть он не мытый. Походу, Сара все грязными руками готова. Жирными руками. Ну, скажу одно. В кайфе мне меньше мяса, вот, чем... Даже мамонта больше положили. Ну, посмотри, у меня один кусок. Реально мяса нет, чуваки. У меня пять кусков. Ну, чего начинаешь? Давай такой кидать. Он не сидел мне вот сюда. Попробуй. Серьезно? Что-то сидел с руками. Реально, это нахлустит. У нас пломба выпала, похоже. Фу, блядь. Блядь, жесткий пиздец, как будто... Я же слышу, что-то хрустит, блядь. Как уж если он... Блядь, он из воды его достали, что ли? Он какой-то... Сейчас расскажет, где мамонт умер был, блядь. Как будто, блядь, еловый корень, нахуй, какой-то размягший. Он сначала вдох, потом он протух, потом он еще там что-то... А, он протушен. Естественно. Но он был протушен очень давно, как бы... Уже не считается. Уже не считается. Так дохуя, что уже... Полностью дегидрирован. Ну, то есть, ему минимум, там, 10 тысяч лет, ну, нахуй. А где это, блядь, доставили? Чувак, ну, прикинь, 10-ти тысячелетнее мясо во рту, ебать, это же вообще. Ну, хуйня. Я еще его между зубами сейчас засуну, чтобы он еще 10 тысяч лет там просил, короче. И будешь гореть. Чтобы, когда меня достали, короче, такие, ебать, это что, мамонт кусок, что ли? Нет, ты к стоматологу приходишь, он достает, что, мамонт на мясо. Ты, ну, хуя мамонт-то ел, блядь. Ну, давай, оценку поставим. Ну, знаешь, типа, только то, что ты говоришь, что это мамонт, все остальное, ну, честно, вот, просто какой-то экспириенс. На меня не действует, если честно. Ну, это мамонт, чувак, 10 тысяч лет, ебать, ты прикинь. Я, блядь, не драчу на мамонтов, как ты, ну, честно, для меня, ну, просто филеш, вон, кому кучинара, пусть мне рыбачка жахнет. Я буду более рад, чем, блядь, о мамонт-то. Что же ты делаешь? Вы когда снимали ролик, они снимали ролик, я смотрел сторисы, что они мамонта, ну, вообще, ни один волосок на голове. Блядь, ты сам как мамонт, чувак, это вообще твоя родня, считаешь, что ли? Бля, горчит, не жует. Может, что, по кусочку? У меня свой страст. Я потом доем. Принесу своей невесте, скажу, держи мамонта, походу. На самом деле, какой-то вот речкой отдает, то есть, такой, знаете. Блядь, этот, смотрите, мамонта уже речку придумал. Нет, серьезно, такой, знаете, торфяной, блядь. Речка торфяная? Торфяная речка. Даже вода по цвету почти похожа. Мамонт пошел попить на речку и умер, блядь. И Блуд такой, речка. Блин, что было? Ну, по факту, мы съели мумию сейчас. Охуеть, 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 чувак. Спасибо, Блуд. Я сожрал мумию. А где ты еще мумию пожрешь? А в Эрмитаже, блядь? Типа, что следует, что это? Динозавр или человечина ты должен есть уже? Я с динозавра. Просто после этого бараньи яйца вообще в легкую. Я и до этого в легкую мог сожрать их. Мне кажется, это продукт. А это мумия, блядь. Блядь, это круто, серьезно. Я прямо, я охуел. Итак, рубрика «Полезные рекомендации» и кейс, что употребляет Виктор Евгеньевич Блуд. Собственно, ни для кого не секрет, что когда вы много тренируетесь, не всегда качественно спите, едите, ваша иммунная система садится. И вашему организму нужна поддержка, которую он не всегда может получить из обычных продуктов. Потому что жрать в нашем деле нужно много, но не всегда получается. Собственно, вот так вот выглядит моя ежедневная пайка витаминов. Вы видите, да, это огромное количество всяких пуговиц. Электролиты. Хуиз. Когда вы много потеете, ваши тренировки носят кардио, характер, выносливость. И все в этом духе. Вам нужно пополнять электролиты. Вот на вот этот целевой баланс в себе. Собственно, вот эта вещь тому способствует. Следующая. Витамины группы «Б». Опять же, для всех любителей продолжительных тренировок с нагрузками для сердца. То есть, они помогают, держат ваше сердечко в узде, как бы это ни звучало. Следующая. Витамин «Д3». Собственно, недостатком данного витамина страдает, наверное, подавляющее большинство людей на планете Земля. Особенно те, кто произрастает в таких городах, как Лондон и Сент-Пик, где мало солнца. Собственно, вот это вот очень необходимо для любого живого организма. Следующий момент. Когда вы много тренируетесь, ваша иммунная система садится. И вы можете заболеть просто от любого чиха. Чтобы такого не происходило, галютамин советую всегда и буду советовать. И мое открытие, которое я стал принимать относительно недавно, 5-ТШ-ТП, надеюсь, я правильно прочитал. Собственно, это витамин, который содержит в себе серотонин, гормоны радости. Вы знаете, что наше настроение и состояние завязано на гормонах, потому что мы, по своей сути, биомашины. Вот эта вот вещь его, собственно, стимулирует, а также нормализует и налаживает сон. Все, спасибо, смотрим видео дальше. Также, на самом деле, хочется сказать, что у Амора Кучинары здесь присутствует магазин всяких грилей и грилей сопутствующих принадлежностей. Поэтому, если вы заинтересованы на свой балкончик поставить гриль, дабы там делать стеки, не выходя из дома, приезжайте сюда здесь на любой выбор, от малого до великого. Амора Кучинары, как добрый хозяин, достает из загашника всякие ништяки. Он говорит, что это холодец сухого возревания. Это как? Ну, взяли мясо из холодильничка, с моего драй-эйджера. И сделали холодец. Короче, это плесневелое мясо, такое усушенное, которое возревает в специальных холодосах. Плесень счищают, и оно получается, как концентрированное мясо. То есть мясо в кубе. В квадрате. В квадрате? Ну, хорошо. Хорошо? Да, хлеба что-нибудь хватает. Бля, ну, холодец с хлебом, это знал бы, я бы принес. Ебать! Ебалово. Мужик, да чем так вкусно, блядь? Картичка. Отъел. Никак противно не пахнет. Вообще нету даже запаха барана. Мне кажется, это как будто самая, блядь, какая-то чистая в плане вот этого запаха часть. Ну, вкусно. Пахнет. Ну, обычно чего? Понюхай поближе вот. Вот сейчас баранчиком запахло что-ли. Ковладос, понюхай-ка яйца барана. О, фу, блядь, пахнет, конечно, бараном, когда близко. Понюхай нет. Ну, такой запах себе. Невкусный. В смысле? Когда близко прям. Ну, сейчас расскажи, Варим. Ой, смотри, с них это что-то потекло. Охуенно. Да? На что похоже? Не похоже на яйца, просто на вкусную субстанцию. Завуалированно как он, да? Я пизда-то. Попробую. Как будто какой-то паштет, да? Паштет. Колбаса, да, всталя, блядь. Да. Не, заебись. Очень необычный, чувак. Это как будто что-то среднее между мясом и чем-то еще. Осталенький. Осталенький. Угу. Все, как долго, сколько колбаса. Похоже так, то есть, ну, по структуре точно. Вкус, конечно, отличается, более мясистый. Есть некоторое сходство с мозгами. Мозг, правда, более жирный, эти попастнее. Колбаска, да, докторская. Есть, да? Ну, привкус немножко такой есть, дебильный. Вот так колбаска. Прикольно. Необычно, да? Ну, ты думал, что говно будет, да? Не то, что говно, но просто типа яйца, бараны и все такие. Ебать! То есть, ну, а по сути, как бы, ну, это полноценное, самостоятельное блюдо. Все знающие люди должны сказать, что это вкус, деликатес. И полезная штука. Так, химический состав яиц достойен внимания. В нем представлены холин, витамин B1, B2, B5, B6, B9, EH, IPP. А также необходимые человеческому организму минеральные вещества. Калий, кальций, магний, цинк, мете, марганец, железо, хлор и серый, йод, хром, фтор, молибден, кобальт, никель, фосфор и натрий. Короче, с этого хуй должен стоять. То есть, ну, витамины B, это заебись вообще. Витамины B, этот, магний, блядь, цинк, это вот все, чтобы прямо, блядь, так нахуй, чтобы было. В бордель потом, после? Домой. В Москве, думаю, видишь, не встает. У него же шляпа встала уже. Мужик, ну че, как тебе московский завтрак? Яйца заебись, мамонт хуйта. Блядь, начинается ебать. Я говорю, ну как можно покойник? Ну, бро, ну я не знаю, ну типа, блин, ну я лучше куриного супа бахнул бы. Ну, честно, это для меня, ну, яйца, это типа жертва, которая характеризовывается вкусом. Это для меня новое. Я это запомню. И, возможно, когда-нибудь, типа, где-нибудь это сделают, я закажу, буду знать, что-то охеренно. Ну, блядь, мамонта. Его не убивали, он сам умер. Возможно, от старости или от болезней. На речке. Может, его убили эти неандертальцы. Ну, подводя итоги, че хочешь сказать? Я охуел с мамонта просто с самого осознания того, что это мамонт. Вот только ты вот, это у себя в голове. Ну, прикинь, тебе, да, ребята, попробовать, скажешь, что это мамонт, что ты сказал бы про нее? Вот давай. Ну, я бы подумал, что это какое-то сублимированное мясо, типа, искусственное. Ну, и сказал бы хуйта? Ну, да, конечно. Все. Ты только себя сам подпитываешь, что это мамонт. Единственный. Ну, это мой фишка. Ты че, типа, пришел? Ну, я не подпитываю себя, что это мамонт. То есть, ты пришел жрать мамонты и такой думал, что это вкусно? Ты в натуре надеялся на это? Ты че, блядь? Нет, я надеялся, что это хуйта, а это хуйта. Ну, из мамонта, блядь. Яйца были, ну, интересный опыт. То есть, ну, докторская колбаса. За яйца тебе спасибо. За мамонта ты уже все слышал. Повторять не буду. Ну, че, собственно, хорошо посидели, заебись попиздели. Все, пишите еще какую хуйту попробовать. Жду приглашения в гости. Да, три лайка и Супер Стас идет ко мне домой. Нюхать яйца бобра и пиздеть за жизнь. Просто нюхать яйца. Да.